в ореле используется два подхода из тех что мы уже разбирали во первых используется подход когда используется некоторая прокси функция которая позволяет нам по сути получить некоторую модель нашей среды потому что мы не знаем как она функционирует поэтому сначала мы придумываем как модель как работает среда и затем используем это знание чтобы уже в известных скажем так условиях просто решать задачу в некоторой оптимизации или же есть второй случай где мы не предполагаем что мы знаем как действовать среда мы предполагаем что мы хотим выучить как действовать в одни очень-то известной понятной среде и в этом краски разница между полис грейнт и различными вариантами кулеринга или в лгб из методов потому что полосы грейнт позволяет нам напрямую учить политику то есть отображать состояние в действии не задумываясь о что там происходит то есть мы говорим что давайте не явно вот учить все эти зависимости которые могут быть в среде и в целом то во многом похоже на то что происходит в других доменах машинного обучения других областях искусственного интеллекта в том же самом себе на лп мы с вами пытаемся выучить какие-то информативные признаковые описания автоматически просто на основе данных так что полис грейнт позволяет нам делать что оптимизировать политику напрямую чтобы максимизировать награду при этом мы можем оптимизировать политику не только численными методами окей это да не совсем наверно корректно надо будет переформулировать не только численной аппроксимации градиента вроде конечных разностей ну то есть по сути берем какое-то бесконечно малое в предполагаю что у нас среднее им сходится к матожи точнее среднее значение по выборке сходится к матожиданию при достаточно большой выборке так что здесь в принципе ответ в основном фокус правильный мы оптимизируем политику напрямую прокси функции нам для этого не нужны несмотря на то что мы можем их использовать например тот же самый advantage a2c advantage of the critic базируется на том что мы еще и value функции выучиваем об этом мы сегодня обязательно поговорим потому что это на самом деле важный как способ важная вещь на которой стоит обратить внимание ну а численная оценка градиента у нас всегда будет но она достаточно шумная неустойчивая считать ее дорого поэтому мы ей не пользуемся у нас есть гораздо более эффективный способ считать что-то хорошее ну и с advantage ура здесь у нас q минус в есть еще вариант в минус q но в принципе с точностью до знака все ответили корректно это замечательно но на самом деле advantage можно какие-то другую весовую функцию можно вести и самостоятельно если она правильно подходит под вашу задачу почему нет ну а теперь с моделью я думаю в этот раз уже все получше замечательно теперь у нас четыре к одному модель это модель среды который нас краски и нет так что замечательно модуль фрей у нас модели среды нет мы выйдем вынуждены с этим смириться больше тут особо вопросов нет потому что здесь скорее идут какие-то вопросы на более глубокое обсуждение поэтому давайте сейчас крю слайды и мы с вами по ним тоже пробежимся возможно у вас уже есть это вопрос который вы бы хотели сейчас обсудить если есть пожалуйста задайте можно вопрос в политике пи что за параметр тета хороший вопрос вот наша политика пи что там за параметр тета позвольте тогда задам встреч на вопрос вот если чисто с точки зрения приложения вот мы с вами строим культ модель хотим решать какую задачу в игрушке играть или там не знаю трафик максимизировать на сайте мы с вами хотим по состоянию предсказывать действия правильно ну давайте для простоты предположим что действия нас конечное число то есть нас не континус а дискрет как он стоит короче конечно число действий и мы с вами на вход подаем какое-то просто описание состояния допустим эта картинка а на выход мы получаем с вами одно действие из нескольких это задача классификации правильно ну а теперь вопрос как нам из одного описания из непосредственно описание состояния получить логиты на действия нам нужна какая-нибудь параметрическая модель тета и есть параметры нашей модели может считать что пи тета от s это некоторая модель ну не обязательно короче может быть линейная модель нейронная сеть дерево что угодно это это параметры от которых она краски зависит которую мы с вами будем оптимизировать ну например параметры то же самое нейронной сети но я хочу аккуратно пользоваться этой фразы потому что иногда люди воспринимают что нейронной сети все делают нас здесь не интересует что нейронная сеть это просто параметрическая некоторая модель мы могли использовать и не параметрическую но тогда непонятно как искать ее оптимальную скажем так форму как и оптимизировать параметрически мы предполагаем что мы можем менять только тету теты на самом деле это все параметры и тут все вроде понятно понятно стало нет ну да то есть мы на вход получаем state на выходе получаем какие-то логиты экшенов и который зависит от параметра именно так по сути мы на прошлой неделе с вами делали то же самое но там и к функции предсказывали для каждого состояния а здесь вместо этого мы задаемся вопросом зачем нам считать какую-то прокси функцию вроде к функции если можем напрямую сразу сказать ага действуй ходи налево и все это замечательная картинка я считаю это просто классно вместо того чтобы читать вот это давайте считать вот это примерно так супер так дамы и господа еще вопросы хорошо тогда позвольте я задам вопрос как раз таки картинка да картинка огонь абсолютно согласен очень наглядно очень красиво тогда позвольте я задам вам простой вопрос в которой на самом деле вообще не простой а именно про бейзлайны да кстати чтобы сразу говорится на лекции в том числе упоминалось что мы можем с вами использовать в качестве бейзлайна ту же самую value функцию это вообще говоря корректно несмотря на то что вроде как там градиенты должны просачиваться я на эту тему хотел бы сразу сделать пару ремарок во-первых есть замечательная собственно статейка где можно увидеть что полосы градиент для дисконтированных наград работает ну то есть что мы не только для одношаговых процессов можем отчитать тут в принципе достаточно много математики примерно вот столько поэтому если любопытно можете прочитать крайне рекомендую ссылка как как обычно в репетитории все важно и также можно почитать про то почему бейзлайны вообще говоря помогают с полосы градиент например статейка с непса прошлых лет аж 2011 год много лет прошло тем не менее я бы хотел обратить внимание ваше именно на то что есть бейзлайны и почему именно стоит про них задумываться помнить и вообще говоря опять же пытаться извлечь эту технику из rl и задуматься о ее применимости в других задачах которым вы можете столкнуться итак во первых кто вообще понял что за бейзлайн и зачем он нам нужен или кто не понял как угодно давайте так кто не может объяснить что-то бейзлайн и зачем нам нужно 321 если просто его введение помогает быстрее сходиться к оптимальному оптимальной политики хорошо а почему вот там на лекции был такой пример что есть что оптимизироваться на действиях которые оптимизироваться из хорошего стейта это не очень ценно потому что там и так все нормально а вот полезно оптимизироваться из плохих стейтов и если правильно подобрать бейзлайн то можно сделать так что вот оптимизация вот этих местах будет идти резвее а с другой стороны добавление бейзлайна формально ничему не мешает потому что от них на градиент занавляется поэтому давайте добавим хорошо отлично ну и вторая сторона у нас с вами еще и градиент становится менее шумным по прямым причинам если мы с вами рассмотрим краски дисперсию нашего градиента мы можем увидеть что если есть достаточно сильная корреляция между нашей к функции и некоторым бейзлайном то мы вполне себе можем с вами понизить себе дисперсию нашего градиента он будет менее шумным значит у нас будет более стабильная сходимость и более того сегодня да да такой вопрос задать вот на предыдущем слайде там ну то есть там понятно что градиент бейзлайна выражается через градиент пи градиент логарифм вот пи он связан через да вот нижняя строчка и вот то что вот это но что вот средний этого градиента будет ноль это прям очевидно и легко понять или это нужно читать глубоко статьи насколько это просто и интуитивно потому что так сходу не видно так можно я попробую объяснить пожалуйста да конечно там наверно потому что мы же максимизируем нашу политику у тебя по сути дела у тебя логарифм она не меняет максимума и ты получается берешь производную по максимуму у тебя там ноль типа экстремум производным экстремумами ноль и поэтому есть такое ощущение такое ощущение что не вопрос наверно немножко не про это что тебе там логарифм сам по себе не сильно мешает тебе логарифм выражается через набло пи делить на пи а дальше вот такое утверждение если я правильно помню что среднее от набло пи умножить на б от с это ноль вода это видеть это видимо ну там и вот почему это ноль сразу не видно да я вас понял на самом деле мне казалось даже в лекции выводилось подборите наверно тогда это в лекции упоминалось то есть сказано что ну вы же видите что там это набло логарифм пи это набло пи делить на пи и дальше это и дальше ноль то есть чтобы это выводы было я не помню ну если вы дифференцировать логарифм понятно а почему его среднее ноль ну ладно если хорошо можем тогда да в конце давайте постараемся поговорить просто сейчас если мы сюда закопаемся я боюсь мы рискуем там в целом это выводится более того по моему это в одной из этих статьи краски здесь доступно хорошо давайте тогда проект постараемся не забыть к концу занятия и это обсудить как-то явным образом идет да конечно можно же забить в принципе статьи прочитаю просто не успел ссылки хорошо замечательно что почитать статьи это крайне полезно ну и идея про бейзлайн на самом деле простая и красиво одновременно потому что как уже было сказано ее можно принять не только где-то в игрушках например в игрушках вот мы хотим с вами что-то у чего есть допустим с q-функцией высокая корреляция допустим если эта матрика соответственно ковариационную матрику хотим получить обладающей некоторыми специфичными свойствами тут вопрос следующий а вне игр как вы думаете что может выступать в роли бейзлайна ну вот для простоты мы с вами не так давно занимались текстами и в текстах у нас допустим есть задачка по генерации текстов хорошего правильно я сейчас немножко забегаю вперед но я сразу хочу у вас несколько расширить горизонт сознания если это слишком запутает то вы повел скажите мы на следующей неделе все равно это обязательно разберем смотрите мы можем с вами рассматривать генерацию текста как некоторый процесс правильно мы на каждом шаге должны сказать следующее слово если считать что следующее слово это некоторое действие то соответственно у нас с вами просто напросто на каждом шаге нужно совершить некоторые действия из конечного числа потому что словарь у нас фиксирован и нам никто не мешает решать эту задачу используя тот же самый полосы градиент чтобы максимизировать что угодно ну или минимизировать если мы поставим мин как вы думаете чтобы в текстах можно было бы максимизировать или минимизировать вместо просто кросс энтропии с которой мы с вами уже работали прием так или я вас напутал или у меня связь потерялся ребят нет слышно а просто непонятно что что мы хотим вообще в генерации текста какую политику мощи следуем как оптимально вот класс смотрите я просто сейчас постараюсь чуть-чуть выйти за рамки скажем так реле что у нас с вами происходит когда мы с вами говорим про какую-то генерацию текста но давайте это воспринимать не как генерация текста у нас есть некоторый процесс и мы с вами по сути пытаемся что сделать мы хотим сделать чтобы на мы хотим точнее вот у нас получается вероятность слова омега допустим с крышкой при условии с питой омега и ты если ты это давайте будет нас омега 0 омега 1 так далее до омега и минус 1 все предыдущие слова вот это наше текущее состояние например и мы хотим предсказать вероятность следующего слова то есть это краски наша модель f тета модели из параметра от и спитой то есть мы применяем нашу модель к последовательности и получаем вероятности следующего слова правильно это вроде у нас классическая постановка вот эту ни у кого вопрос не вызывает вот нас тут и dog зи и так далее для каждого слова у нас есть некоторый логид затем мы с вами выбираем слово которую наиболее вероятно как правило и двигаемся дальше это вроде как то что мы с вами обычно делаем когда обучаем нашу модельку для того чтобы было языковой модель давайте предположим что у нас допустим есть какой-то не знаю там критерий чего критерий человечества ну допустим тоже там перфлексии помните что это такое что что именно перфлексия я просто терапевши такой там хорошо ведьми давайте тогда сразу открою что-нибудь у нас есть перфлексия по сути это тесно связанная с энтропией и величина и как правило не используют краски в нлп для чего для того чтобы оценить а насколько вообще говоря сгенерированный текст похож на текст который мог бы написать человек по сути просто измеряется энтропия скажем так сгенерирован текстов насколько случайным не случайно сколько высока энтропия полученного сэмпла из распределения и сравнивается с тем которые наблюдается примерно в реальных текстах но потому что у нас с вами плюс-минус с определенной вероятностью встречаются одни слова в контексте других и это краски можно оценить ну вообще говоря мы с вами ее использовали в том числе когда решали задачу машиновый перевод там можно было бы леву и перплексию посчитать так ладно хорошо я понял я всех запутал это будет на следующий раз сейчас я тогда понятно то есть мы хотим не просто каждое слово чтобы оно на каждом месте было самое максимальное слово чтобы еще последовательность была правдоподобной вот супер да и я к чему это говорю оценить правдоподобность последовательности мы можем с вами каким-нибудь абсолютно не дитерминили не дифференцируемыми штуковинами функциями посчитать ту же самую перплексию если задача перевода посчитать то же самое блеу и здесь краски и возникает ситуация когда мы с вами можем применить те самые методы которые мы с вами только что видели для игрушек для вообще говоря всего чего угодно например если у нас есть задача машинного перевода то наш ревод теперь будет это просто допустим блеу и мы хотим его максимизировать и при этом тогда наша модель учится вами уже максимизировать блеу они ревод делает она это не используя градиенты напрямую потому что блеу мы не можем продифференцировать при этом она это может сделать и тут краски можно тоже использовать бейслайны различные например можно говорить что наша модель а что наша модель умеет когда она нас предсказать следующее слово нас на самом деле два варианта два варианта у нас есть первый вариант у нас есть это просто жадная генерация как мы с вами делали обычно второй вариант у нас есть сэмплирование правильно из распределения но вот допустим вот уже два варианта из которых можно взять себе бейслайн и соответственно какой-то сэмплирующий алгоритм алгоритм хорошо это что подразумевается под сэмплированием то есть бейслайн понятно у нас с вами следующее слово предсказываем не выбираем не как наиболее вероятное из распределения а просто сэмплируем из этого распределения то есть те у кого выше вероятность получают больше шансов те у кого ниже меньше но так у нас с вами больше шансов получить более разнородный текст потому что иначе у нас с вами достаточно серьезно ну как у нас с вами будет однород одинаковый текст более-менее получить не одинаково как сказать сильно однообразно вот хорошо это просто пожалуйста оставьте где-нибудь пока в этом на задворках памяти чтобы она вас где-то фоне стояла что все это работать не только в игрушках а где угодно на самом деле так сейчас пока что мы все еще с вами в замечательном мире где нужно понять куда двигаться влево или вправо и краски подобные игрушки мы с вами будем решать с помощью различных методов с помощью их у лернинга гиппу лернинга и с помощью и тусим и джон шектер критик и сегодня предлагаю этим заняться я еще раз наверное тогда задам вопрос не запутались ли вы сейчас и не слишком ли было знаю много каких-то непонятных новых утверждений которые вас несколько запутали если да то давайте это починим если не давайте перейдем в практике вот 321 хорошо давайте тогда пойдем рисуем себе что-нибудь ссылка на коллаб доступно в чатике и давайте постепенно начинать пожалуй зайдите туда как обычно запустите все что нужно потому что нам это понадобится кстати в домашке вроде бы тоже было не добавить укладе пресс происходит некоторая магия перед занятием проверял так класс и правда странно вот она даже открывалась хорошо кажется можно ветку с прошлого года и там по моему открывается ноутбук в коллабе или можно скачать и залить в коллаб руками так тоже работает так так тоже работает слушайте у меня комит что ли не прошел попробуйте обновить страницу сейчас должно все работать очень странно да сейчас работает все починилось как дела хорошо сегодня мы с вами увидим вновь уже я думаю изрядно надоевший нам маятник который вновь будет пытаться куда-то балансировать но есть нехорошая новость сегодня мы с вами еще раз посмотрим на тот же самый акробот тот же самый двухсекционный маятник который мы с вами видели видели и постараемся его решить тоже на прошлой неделе если мы вспомним его кулеринг пытался решить достаточно долго но не сильно уверенно хотя там ревод даже начал расти спустя какое-то время на этой же неделе давайте попробуем делать это чуть более изящно эффективно и буквально там за несколько секунд да в dzp кулернинг обязательно поправлю ссылку пожалуйста если есть такие небольшие опечатки что-то пишите об этом куда-нибудь в чат тоже постараемся оперативно чинить иногда она выпадает и так как только у вас нарисуется вот такая красивая картинка пожалуйста скажите об этом чтобы было спокойно и было все понятно и затем мы с вами непосредственно перейдем к решению этой задачки вот на коллабе тоже все работает я с вашего позволения буду пользоваться локалкой и теперь стоит наверное пробежаться лишь по нескольким вещам во первых все что происходит у нас будет практически тем же самым кроме того что теперь нам с вами нужно можно можно не строить себе кого-то кулеринг агента как мы раньше с вами делали не оценивать к функции с помощью каких-то сложных или не очень сложных моделей будь то линейные модели нейронные сети деревья и так далее мы с вами можем напрямую построить себе какой-нибудь классификатор из состояния в действии ну и здесь у нас с вами уже классическая ситуация мы можем с вами узнать размеры стейта 4 и соответственно количество действий у нас два мы с вами в принципе это уже видели хорошо ну как у всех все заработало нарисовалась классно надеюсь всех нарисовался давайте себе нарисуем какую-нибудь странную сеточку которая достаточно простая вот буквально простая прям линейная там пару слоев чего-нибудь и в конце мы с вами можем даже не использовать никакого софт макса потому что можем потом воспользоваться чем нужно но в плане использователи cross-entropy loss или что-нибудь чё или вообще руками градиент себе реализовать и вот наш с вами модель модель уже существует вы можете при желании перегнать ее на кпу пока что задачка маленькая поэтому ее можно решать и на цепу и можем краски посмотреть опять же что все работает рекомендую вам всегда это делать вот моделька что-то нам предсказывает это логиты направо-налево почему бы нам так не сделать но я думаю модель вы тоже у себя какую-то нарисовали реализовали а теперь самое интересное первых нам придется пока что переопределить себе каким-то образом саму процедуру обучения потому что у нас есть на самом деле два варианта и вариант взять и переопределить себе процедуру ну написать руками процедуру обучения достаточно простой но несколько не сильно масштабирующийся здесь я наверное хотел бы вспомнить вообще как у нас с вами происходит обучение на всякий случай вот что у нас обычно происходит когда мы с вами пытаемся построить себе какое-то решение у нас с вами есть некоторое условно описание допустим вот наше состояние стоит затем мы или картинка или текст или что угодно затем у нас с вами есть наша модель с параметрами затем у нас дает нам игрек с крышкой предсказания также у нас есть реальные игреки и мы имеем вместе с ними считаем какой-то лосс и в классическом формате у нас с вами есть ограничение что вот эти две штуки грета вот эта штука и вот эта штука они дифференцируем в реалиях реля и вообще говоря в реалиях реальной жизни часто мы бы хотели что-то что не дифференцируем а использовать поэтому вместо того чтобы использовать прямолинейный пайплайн в пайтерча у нас есть два варианта вариант номер один мы себе вручную как-то считаем градиенты потом их присваиваем как раз таки последнему слою нашей сети прогоняем через сеть потом уже обычным бэквардом и так далее второй вариант на самом деле более естественный и логичный и он заключается в том что у нас с вами есть функция когда лосс по сути что это тоже какой-то объект у нас все в питоне объект и когда мы с вами вызываем лосс бэквард просто напросто а ну вы же писали краски в прошлом семестре свою нейронную сеть там вызывается по сути каскадная функция краски взять и градиента по входу у всех блоков которые входят в нашу большую функцию будь то модель плюс функция потерь плюс еще что-нибудь так вот нам на самом деле достаточно переопределить у функции потерь метод подсчета градиента и тогда то все должно работать абсолютно из коробки абсолютно приблинеем это не вызывает ни у кого каких-то вопросов не знаю непонимания страха чего угодно если вызывает вы скажите об этом пожалуйста если нет то опять же попросите меня мы просто быстрее двинемся дальше что-то упомянули про недифференцируемые лоссы что-что вы что-то упомянули про недифференцируемые лоссы смотрите сейчас у нас с вами вместо лосса будет функция награды и по функции награды у нас никакого градиента быть не может по определению согласны да вот а теперь когда мы с вами это считаться нормально да я говорю именно с точки зрения технической реализации чтобы запустить процесс каждым так обучением обычно с вами используем то что по и торчее все достаточно красиво между собой связано поэтому у нас есть вариант для нашего класса который считает нам награду переопределить методы которые необходимы при числе ингредиента допустим тот же самый бэкворд который будет под капотом дергать не классический бэкворд который предполагает что нас и дифференцируем а делать что-то свое но мы скоро это с вами на самом деле на практике к тому говорю что у нас с вами когда используется что-нибудь там л . бэкворд у нас на самом деле под капотом просто используется некоторые методы но чтобы далеко не ходить вот наша модалл у нее есть на самом деле тоже метод они тут и кончил нет ну давайте у нас будет они живут эндеров должны быть сентиментами о господи да вы правы спасибо а у моделей и они как-то эти апдейт град или что-то такое окей ладно где именно этот метод сходу ни в помню но мы с вами еще видим короче мы с вами можем всегда влезть в недра любой почти функции любого метода любого объекта и это позволит нам сделать с ним все что душе угодно это во многом позволяет внедрять различные недифференцируемые штуковины в любые pipeline обработки данных ну например у вас есть какая-то моделька которая что-то там предсказывает и вы хотите теперь ее обучать не на минимизацию кросснотропии а на максимизацию блеу ну например когда вы можете просто определенный момент написать себе новый класс который считает вам функцию и умеет сам выплевывать градиенты наружу чтобы затем они все пошли назад в принципе это мы с вами красном следующем занятии увидим возможно у меня правда сегодня несколько заносит вперед просто это наиболее красивая скажем так штука давайте пока двигаться поступать и так вот наш с вами модель есть она у нас что-то предсказывает функции потери у нас пока ладно отсутствует и давай теперь будем по состоянии предсказывать вероятности для действий ну как нам это делать применить нашу модельку вот наши логиты после этого нам бы хорошо из логитов получить себе кит вероятность правильно ну давайте сразу как-нибудь быстренько на кодем и посмотрим а то что получится так вот наша модель это можно читать есть наши логиты а теперь можем соответственно все это реализовать или сразу внутри или сначала снаружи так у нас еще один участник появился стоит шейп в эти размерности у нас в анхотинг кодинг или вероятности нахождения в определенном стейте сейчас где вот да вот вторая вторая размерность на какие значения будет у нас иметь стейт шейп 4 actions 2 смотрите стоит у нас списывается четырьмя числами типа ванхот вектора какие-то или вероятности ну смотрите еще раз у нас с вами модель это по сути классификатор наша модель от классификатора вообще ничем не отличается принципиально у нас вся разница будет в том что мы будем лос с вами минимизировать не классическим образом а с помощью полосы градиент мы бы с вами будем использовать подсчет градиента каким-то более хитрым образом все остальное у вас есть по сути вектор размерность 4 и у вас есть два класса бинарной классификации все что мы с вами делал понятно непонятно да понятно ну давайте сейчас во-первых всегда лучше приводить типы явно целей будем потому что иногда это может выстрелить ногу конечно при условии того что вы понимаете что вам не страшно потратить на это лишние пару секунд пока имели секунд если вдруг так случится вот наши логиты которые мы с вами только что рассказали и из них хочется еще себе получить вероятности но как нам получить вероятности ну просто примите softmax причем нас просят на выход отдать нам пай так что давайте его сразу приделаем к нам паю и соответственно возвращаем и вероятности вроде как она как вы думаете будет работать или нет ничего не забыли тогда позвольте я вернусь вот сюда и мы с вами вспомним маленькую вещь мы с вами когда считаем вероятность вот наш по сути интеграл правильно нам зачем вообще вероятности нужно чтобы потом сказать ага смотрите нас вероятность есть но это станет мат ожиданием поэтому мы по сути мат ожидания заменяем на среднее и вероятность у нас пропали поэтому градиенты на вот эти вероятности вообще никаким образом не попадают это опять тот случай когда себе можно неплохо выстрелить в ногу чего бы крайне не хотелось поэтому дочь будьте осторожны да именно и сейчас на работать должно вот если это все убрать возможно даже сердце спасут до на теперь у нас с вами есть функция которая дает нам вероятности зачем нам нужны вероятности просто чтобы посчитать себе теперь все что нам нужно вот дальше почему нет давайте сыграем в игру посмотрим что происходит опять наша четверка state action rewards и next state будем получать получаем некоторые вероятности 0 потому что мы с вами работаем за бинарной классикации и нам достаточно знать вероятность левого действия правое это 11 самая вероятность затем нам нужно выбрать себе некоторые действия согласно насамплированным вероятности но я думаю с этим у вас уже проблем не возникнет ну а дальше все ну а так шаг сделали иди все как что-нибудь получилось стоит да наша игра даже тут наиграла так вам нужно кусочек кодеки дать или у всех все с этим в порядке 321 так господа и дамы пожалуйста я тогда сегодня видимо какой-то тяжелый день вам непонятно вам скучно или вы просто устали достаточно сегодня как-то тихо и подавлено что ли все звучит хорошо окей хорошо ну а тогда у нас с вами есть уже способ собрать себе какую-то статистику сыграть в игру то есть наша модель играть уже умеет просто пока что у нее предсказание вероятности на каждое состояние для каждого действия какая-то абсолютно идиотская надо научиться и учить ну а для этого нам с вами краски нужно сделать несколько вещей во-первых нам нужно научиться считать себе кумулятивную награду зачем ну потому что у нас кумулятивная награда краски или к функции или что угодно еще необходимо для того чтобы по сути взвешивать наши градиенты потому что иначе у нас будет что-то странное а во вторых нужно двинуться дальше и понять как это дело учить но давайте начнем с простого у нас есть как раз таки наша кумулятивная награда которая представляет собой взвешенную сумму всех наград полученных за игру как нам это сделать ну мы с вами сыграть игру уже можем вот наша последовательность стейтов наш последовательность экшенов наша последовательность наград осталось теперь ее каким-то хитрым образом сложить ну как ее сложить я думаю может быть 10 разных способов вот у нас вместе вот вот пожалуйста нас последовательность наград есть как нам теперь получить кумулятивную награду ну принципе можете сделать как вам удобно можно просто сделать в лоб лучше кумулятивную награду считать конца потому что когда мы можем некоторым один пробам все это просто посчитать и все плюс получается плюс плюс там на предыдущую сумму все правильно как-то так им должно получаться вот это уже это все-таки скину для вашего удобства если что код из чати что здесь у нас происходит мы с вами просто раскручиваем так как у нас вся сессия сыграна мы можем сделать сразу на сессии всей просто чтобы это было чуть эффективнее теперь раскручиваем с конца последняя кумулятивная награда это просто последняя награда а затем мы шаг за шагом идем к началу сессии домножаем текущую кумулятивную награду плюс новый ревод ну и все в принципе я думаю что здесь происходит всем примерно понятно если непонятно пожалуйста скажите ура теперь мы с вами умеем считать награду считаем умеем играть в игру осталось научиться обучать все это дело ну и собственно вот все то что у нас есть наша целевая перемена это что это сумма краски наград взвешенных то есть мы с вами хотим по сути про мат ожидать кумулятивную награду при условии того что наша моделька делала и вот что это есть вообще говоря мы хотели здесь мат ожидания но ввиду того что у нас нет мы просто с вами будем считать средняя по всем состоянием и действия но и с помощью лоп-деривте в 3 краски мы можем посчитать на это дело градиенты и быть в принципе счастливыми что ж с этой формулы у всех все хорошо да а можно пожалуйста еще на код где директор навести так давайте хорошо вот а спасибо тогда давайте чтобы было проще я его тоже скину он тоже есть четки ну что ж функция тулан ход я думаю всем уже знакома и теперь нам краски необходимо посчитать какую-то функцию потерь правильно вот на клиент на благо рифмп на кода ну и окей это она сама по себе так смотрите я наверно все таки еще раз на это обращу внимание мне кажется это может вас окей кто может мне объяснить откуда взялся алгоритм давать так просто из производным а где производная у нас пока нет никакой производной мы мы вы можете открыть там просто политики ой точнее просто реворды а теперь у нас на дождании она была логарифтом хорошо да смотрите полностью с вами согласен еще раз чтобы просто было понятно вот что мы хотим максимизировать у нас тут может быть или одношаговый ревод или какой-нибудь многошаговый кумулятивно как мы с вами только что сделали вообще q-функция почему нет тоже может и вот наш по сути цель это именно что мат ожидания нашего ревода тут есть два на самом деле момента оба из них достаточно применение во-первых если мы с вами хотим максимизировать себе награду то по идее сделать на дне монотонное преобразование типа логарифм можно или нельзя можно на монотонное можно максимум у нас не поменяется а второй момент в том что мы с вами краски с помощью вот этих вот хитростей вроде log derivative trick можем краски показать что производные на награду причем на честную награду это именно что мат ожидания логарифм p вот оно мат ожидания простите производные логарифм p а здесь мы с вами говорим простым образом такие ну хорошо у нас с вами есть что у нас с вами есть какая-то функция у которой производная должна выглядеть вот таким образом ну классно вот сама функция и к тому что нам даже с вами ничего переопределять не придется как ранее говорилось мы просто с вами правильно конструируем себе функцию потерь чтобы потом с ней как-то работать уже встроенным методом ну и здесь в принципе все почти за нас написано для того чтобы перевести все one-hot вот тоже достаточно просто зачем нам это нужно понять какие действия у нас где совершались и вот наш огромный блок кода который как раз позволяет нам сразу начать обучаться что происходит у нас с вами стоит экшены на кумулятивные награды все есть здесь не просто преобразуется в torch sensor получаем себе логиты получаем себе вероятности на всякий случай получаем себе логарифмы вероятности зачем ну потому что вот здесь у нас алгоритм вероятности и лучше делать так чем в лоб считать как бы сначала вероятность потом ее логарифмировать clock soft max более численно устойчиво операции и затем нам с вами нужно посчитать себе что нам нужно посчитать с вами себе функцию потерь нам нужно с вами посчитать заодно энтропию зачем нужна энтропия просто регуляризация чтобы все было устойчиво и посчитать это все таким образом чтобы было просто максимизировать минимизировать то что у нас есть ну давайте наверно этим займемся что нас не ждет давайте начнем с простого наверное у нас с вами есть лосс то что у нас с вами уже написано как нам посчитать себе лосс чтобы вообще что-то работала что такое лосс но это мат ожидания вот этой величины правильно окей тогда давайте так и сделаем у нас лог вероятности всех действий на что на наши кумулятивные награды да и казалось бы все и соответственно из этой величины на нам нужно посчитать torch min потому что это средний причем ввиду того что мы с вами хотели бы себе иметь одно число нам здесь не надо указывать никакие оси нам просто нужно посчитать одно число вот по идее наша функция потерь ну и соответственно ввиду того что мы хотим использовать энтропию в качестве регуляризации мы из нее из него что наверно должны сделать добавить или вычесть энтропию мы хотим повышать или понижать энтропию мы хотим ее понижать чтобы расспрос был меньше значит надо прибавить наверное сейчас но энтропия мы хотим чтобы она уменьшалась не согласен так сейчас смотрите у нас скорее с вами цель в нашей регуляризации помощью энтропии есть на самом деле нет в том чтобы у нас с вами вот наш с вами целевая функция условно и мы с вами хотели бы получать себе хорошую награду но при этом иметь достаточно высокую энтропию у нашего распределения над действием потому что иначе у нас с вами выраженное распределение и наш агент всегда действует одинаково бинго так что энтропию мы хотим иметь достаточно большой ну короче она должна носить вклад что мы хотим ее максимизировать правильно если мы хотим ее максимизировать значит при минимизации мы должны поставить минус все правильно и ну соответственно энтропия на какой-то регуляционный коэффициент так ну а как считать энтропию ну я надеюсь коэффициент в квадрате автодополнение бывает но энтропия я думаю как считать все примерно знают тоже взять в смысле это просто пробелитесь только еще лог пробс по первому измерению чтобы посчитать все для каждого объекта и потом соответственно все это усреднить как-то так да обращаю внимание у энтропия вообще говоря по умолчанию минус стоит поэтому то что здесь есть минус никоим образом не отменяет то что здесь будет минус так ну что ж все хорошо или что-то потеряли можно вопрос насчет функции лосса у нас же вот был градиент g этом от ожидания градиента логарифма на g а у нас теперь почему-то просто g градиент g так давайте еще раз градиент g это а вот вы спрашиваете почему здесь у нас нету набло правильно почему у нас ну да набло набло чему-то мы убрали из из по знакам от ожидания из по знакам пункта абсолютно верно замечательно тогда позвольте я вам задам вопрос когда мы с вами дифференцируем сумму это то же самое что сумма всех про всех как бы продифференцированных величин можем мы внести под знак сумму в данном случае набло оператора дифференцирования прием конечно ну но у нас же еще у нас же еще g хотя если а g у нас дифференцируема нет но она дискретно она не дифференцируема ну это просто вес это просто число для каждого случая ну вроде бы да не я вот конкретно давайте сейчас разберемся вот где вы запутались то что это ровно тот момент на который я пытался обратить внимание вроде как и мне показалось что было понятно давайте еще раз тогда смотрите мы будем считать когда модель сама будет модель будет сама считать градиенты вот и мы пока что высчитываем эту функцию но для лосса мы ее не считаем что ну короче мы делаем так чтобы градиент для лосса не считался вот да почти хорошо давайте тогда еще раз пробежимся по вот этим красивым формулам вот наш с вами награда правильно это мат ожидания просто ревода за шаг или кумулятивного если мы сделаем кумулятивный с этим пока согласны да это супер или что то же самое вот у можно так переписать затем мы это делать дифференцируем и тогда у нас краски ломается наш интеграл как мат ожидания потому что вот здесь появляется набло согласны вот она у нас где она вот 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 это уже не мат ожидания поэтому с этим мы ничего сделать с эмплированием не можем используем с вами log derivative trick теперь у нас опять появляется мат ожидания от вот этой величины согласны ну да супер теперь мы с вами можем сказать что вот наша производная на j и вот как она выглядит ну а здесь соответственно у нас просто будет мат ожидания или же сэмплирование ну а теперь мы с вами делаем что если у нас производная на j выражается вот таким образом правильно примерно она равна мы j продифференцировали и мы знаем с вами что нам при оптимизации краски придется дергать себе loss backward и так далее ну что ж у какой функции будет вот такая производная как сумма производных логарифмов ну вынести обратно отсюда вот это сумма логарифмов ну да то есть вынести отсюда наблу наружу и получите примеры то что хотите у меня просто крутило что функция r у нас же она в общем случае зависит от са мы же по 3 зависит а мы по 3 да 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 все уловили да да r у нас зависит от са ну а от параметров то не зависит от то что нам дают по сути извне это оценка от environment от среды от чего там угодно от учителя короче это что-то внешне по сути какой-то вес вы можете вообще сами задать на самом деле что и происходит когда мы с вами вводим всякие бейтлайны все разобрались правильно да да все спасибо большое замечательно хорошо ну а теперь у нас с вами есть функция потерь вообще говоря я да еще раз наверное обращу внимание здесь у нас точно все в порядке да да мы с вами хотим энтропию максимизировать или минимизировать максимизировать а награду тоже а почему у них знаки разные это на самом деле очень такие тонкие моменты в плане вот такие баги иногда бывает очень сложно отловить сходу поэтому пожалуйста обращайте на них внимание а вот вопрос мы сейчас знак поменяли потому что мы подогнали так или потому что нет смотрите у нас с вами вот вот то что мы с вами бинго мы с вами по умолчанию всегда занимаемся минимизацией ну по крайней мере в строчке просто потому что там все на минимум обычно отправляется это наша награда и его мы хотим вверх значит если мы хотим минимизировать значит минус награду поэтому нам надо здесь не потерять минус просто часто вот в таких ситуациях из обилия различных минусов там разные члены типа энтропия у нее минус то, что мы минимизируем. У самой энтропии тоже минус, потому что она просто через минус с минусом определяется. Можно здесь запутаться, потерять какой-нибудь минус, поставить, допустим, здесь плюс вместо минуса, потому что здесь стоял минус. Короче, можно запутаться напрочь. Поэтому, пожалуйста, если вы где-то это начинаете вкручивать, очень аккуратно, вообще на бумажке это распишите. Это у нас величина, которую мы хотим на максимум. Если будем минимизировать, значит минус она. Это тоже, значит тоже минус. Это вообще определение энтропии, ее могло здесь вообще не быть, поэтому обращать на нее внимание не стоит. Ну и все, дальше у нас с вами есть loss. Это опять какое-то число, мы опять с ним можем делать что угодно. И дальше мы делаем с ним ровно то, что мы всегда делали. Делаем обратный проход, backward. Так как он у нас уже зависит от чего? От наших логарифмов вероятностей, которые у нас напрямую зависят от наших логитов, правильно? Мы с ним можем сделать все, что угодно. Ну и так далее. Что ж, так, loss посчитали. Теперь optimizer, как у нас его зовут? Вот у нас optimizer. Optimizer шагает. Ну и градиент, наверное, тоже занулим. Я предпочитаю все-таки это куда-нибудь сначала запихивать, чтобы целей быть. Вот сюда куда-нибудь. Что ж, все посчитали, все сделали. Теперь у нас уже шаг обучения сделан. Наши награды – это просто числа, это просто некоторые веса, поэтому нам абсолютно не нужно от них никаких градиентов. Да, они не зависят от наблы, скажем так, напрямую, дифференцированным образом. Поэтому вроде как все. Что ж, давайте сразу проверим, что это добро будет заводиться. Так. Ну, судя по тому, что награда ползет вверх, все в порядке. И обращаю ваше внимание, она ползет вверх примерно со скоростью здоровенной. И вспомните, опять же, как у нас в прошлый раз это дело пыталось обучиться. Сначала у нас достаточно долго обучалось, когда мы все дискретизировали. Затем, когда мы с вами использовали гип-кулеринг, она тоже достаточно долго училась. Теперь у нас с вами награда просто растет, как на дрожжах. Код, если что, есть в чате. Ух ты! Вот это интересно. Куда-то все рухнуло. О, 370. пускай старается, работает. Ну что, у кого сойдется, похвастайтесь. Заметьте, у нас достаточно неустойчивая происходимость. Видимо, агент что-то все-таки начинает забывать или куда-то там туда сходиться, что у него награда опять падает. На прошлых парах так же было, что вниз-то вверх. Ага, но здесь просто перепады, скажем так. Ну да. Перепады серьезные. Может, из-за энтропии он старается больше исследовать, и поэтому его туда-сюда бросают. На самом деле, я здесь призываю вас вспомнить еще одну маленькую вещь. Как мы с вами здесь аппроксимируем себе градиент. Помните? Прямым образом. И судя по тому, что у нас модель то сходится, то... Точнее, болтается достаточно серьезно. Жалко, я сюда не добавил код, чтобы график строить. Можно сделать пару выводов. Во-первых, модель, возможно, сходится как-то не очень уверенно. Во-вторых, возможно, просто очень шумный градиент. Классно? Как думаете, как можно сделать это более устойчивым и заставить на итерацию генерировать? Да, замечательно. Вариант номер один. Генерировать больше сессий на итерацию. Можно так сделать. Ну, давай, сейчас на 5 вниз упадет. Дадим ему шанс. Да, упал. Допустим, можно просто увеличить число сессий, тогда он будет более устойчивой оценкой градиента, потому что у нас просто-напросто размер выборки больше. Ну, а по оптимайзере шаг уменьшить, это поможет? Можно уменьшить шаг, согласен. А можно воспользоваться хитростью и вспомнить, что у нас там было в самом конце занятия про какие-то страшные бейтлайны. Где-то оно у нас. Замечательный картинк. А, там про бейслайн как раз было, что мы вычитаем, что было. Ну, и теперь у меня к вам вопрос достаточно простой. Мы с вами можем, вот здесь, пока оно там учится, вычесть отсюда какое-нибудь число. Откуда нам нужно вычитать число? Ну, вот наши кумулятивные награды, как вес как раз-таки. Теперь мы хотим сделать, по сути, бейслайн поменьше. Какое у нас число достаточно сильно скрелировано с наградами, ну или с куфункцией, но при этом, скажем так... На, ну тут написано. Ладно, извините. Это был не тот слайд. Короче, что можно использовать в качестве бейслайн? И можно, опять же, исходить из... Что? На среднее по наградам. Да, например. Ну или что-то любое другое более сложное, но, в принципе, посчитать среднее точно так же можно. Смотрите, он там до сих пор старается куда-то сойтись. Вот все, он болтается около 429. Видимо, у него даже увеличение размера выборки не сильно помогает сходу сойтись. А теперь можно просто увидеть простую ситуацию, собственно. Что мы можем сделать? Мы можем отсюда вычесть среднее и увидеть, насколько все поменяется. Можем даже для простоты вернуть обратно. Ну, в принципе, награда попала вверх примерно сразу. А нам для частоты эксперимента нужно было модель заново пересоздать. А то она уже там началась куча чему. Да. Ну, смотрите, согласен, можно ее пересоздать на самом деле. Это хорошее замечание. Просто здесь у нас до этого она не сходила достаточно долго, а сейчас сошлась примерно сразу. Давайте, вот все, моделька наша появилась заново. Можем просто увидеть теперь, насколько она у нас быстро начнет ходиться. 22, 24, 22, 22, 20. А, так, это проблема в том, что я объект пересоздал. Пересоздал все остальное. Пересоздал все остальное. Пока она учится, можно вопрос, когда дедлайн по лабе и домашке? Так, дедлайн по лабе и домашке. Я думаю, числа 15 декабря. Сейчас надо посмотреть точнее. О, Наталья, спасибо, кстати. Там открылся файл? Да, да. А это откуда, кстати, заметки? Я сама сейчас написала. А, просто затехали. Очень круто. Да, да, да. Так, ну, в принципе, сходимость, я думаю, на глаз, оцениваю ее на глаз, более устойчивая. В принципе, он лишь один раз свалился куда-то достаточно глубоко. Ладно, два. И сейчас оно, надеюсь, сойдется. Так. Ну ладно, он там будет еще долго, видимо. На самом деле, тут маленькая проблема в том, что у картпола первой версии верхняя награда, в принципе, 500, и ему достаточно сложно, я думаю, будет туда сойтись при наличии. Энтропия? У нулевой версии, по-моему, было 800 сверху ограничения, поэтому он достаточно легко туда вылетал. Ну ладно. Началось. Ладно, на самом деле, я думаю, пока можно тормознуть. Можете поставить такой 490, чтобы было спокойней. А я вам, на самом деле, хотел предложить поработать с более хитрой вещью, тем более, чтобы по времени мы как раз в нее укладываемся, и попробовать решить теперь того самого акробота, с которым в прошлый раз у нас были некоторые, скажем так, проблемки. Окей? Прием. Окей. Так, давайте тогда поймем пока что все, что здесь происходило. Вот у нас с вами есть все, что примерно, что нам нужно. Лосс, энтропия, максимизируем, минимизируем. Здесь просто из наград выкинули среднее. Зачем? Ну, просто, чтобы у нас было чуть более, скажем так, устойчивая сходимость. И теперь ждем, что все это добро куда-нибудь сойдется. А вот, наконец-то оно сошлось на 500. Но есть более сложные вещи. Например, тот же самый акробот. И более того... Более того, на самом деле, у меня к вам есть еще одно предложение. Хорошо, давайте тут еще одну маленькую вещь тогда поймем. Сейчас, момент, как бы это нормально сформулировать. Вот. Давайте посмотрим на видео. У меня к вам как раз-таки есть пара вопросов на эту тему. Вот наш замечательный маятник, который туда-сюда ездит. Смотрите, мы с вами наблюдаем, как он ездит, но мы видим, что он достаточно неплохо двигается влево-вправо. Вот давайте вспомним, когда у нас с вами был кулернинг. Как вы думаете, как в случае кулернинга мы бы могли видоизменить процесс обучения так, чтобы, допустим, добавить какие-то дополнительные ограничения? Но, например, мы бы не хотели, чтобы маятник вообще отъезжал от центра геометрического этой штуковины. В случае с кулернингом это, вообще говоря, сделать не очень тривиально, потому что нам надо тогда менять эту функцию. Нам придется перестраивать эту функцию и учитывать также, что у нас появилось некоторое ограничение. Предположим, что у нас уже модель обучена. Как вы думаете, насколько сложно в данном случае видоизменить нашу награду таким образом, чтобы заставить модель просто не отъезжать никуда от центра? Ну, в reward function добавить какие-то еще координаты, ну, штраф на координаты. И вообще как-то тоже учесть в лосе. Да, именно так. Продолжение следует...